Всем привет! Сегодня поговорим про новый, очень достойный смартфон, который, думаю, будет интересен всем любителям новинок от китайских производителей. Это новый Cubot P60. Устройство с классным железом и не только, еще и с очень вкусной ценой. Я лично пользуюсь смартфоном Cubot Max 3 и на повседневном использовании он подходит идеально, а в нем начинка послабее будет, чем в P60. Итак, смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем, разрешением 1600х720 пикселей и небольшим каплевидным вырезом для модуля фронталки. Технология IPS является одной из самых передовых ЖК-технологий в мире. Дисплей поддерживает технологию Multi-Touch и вполне достойный. У меня почти такие же характеристики и к большому экрану привыкаешь быстро. Ее 8-мегапиксельный датчик способен не только делать селфи, но и выполнять роль биометрического сканера для разблокировки устройства по лицу. В состав тыльного модуля входит главный сенсор на 20 мегапикселей и датчик глубины для портретной съемки. Еще оснащена автофокусом. Автофокус – это функция камеры, которая только настраивает фокус камеры. Это приятная особенность для такого смартфона. Для шедевров фотосъемки не идеальна, но уже больше шансов наснимать что-то годное, чем в предыдущих мини-смартфонах. Cubot P60 построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35. В нем 8 ядер Cortex-A53, работающих на частоте 2,3 ГГц. Видеочип PowerVR GE8320. Оперативки положили 6 ГБ, чего вполне достаточно для стабильной работы устройства. Его производительности хватит для выполнения повседневных задач, вебсерфинга, например, просмотра видео и общения в мессенджерах. Да и множество нетребовательных игр он потянет, таких как, например, PUBG или Tanki. Точно потянет 100%. А объема встроенного накопителя на 128 ГБ хватит для кучи всякого полезного. При этом, если вам накопителя на 120 ГБ не хватит, то его можно расширить с помощью карты microSD. За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью в 5000 мАч. Такого аккумулятора хватает на день нормального использования. А если сидеть постоянно в смартфоне, то примерно на полдня. Скорость зарядки не сообщается. 10 Вт в лучшем случае. Есть боковой сканер отпечатка пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi и зарядка по Type-C. NFC модуля в нем нет. Из датчиков есть акселерометр, приближение, освещенность. Из навигации есть GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Все по стандарту. Работает устройство на 12-м андроиде. Приобрести смартфон Cubot P60 можно на Алиэкспресс. Цена в момент выхода будет минимальная. 89 долларов. И продержится она до 23-го числа. Так что, кому интересна новинка, ссылка будет в описании. Кроме того, бренд разыгрывает 10 таких смартфонов. Ссылка на розыгрыш с условиями также есть в описании. Так что, испытывайте свою судьбу, играйте и, возможно, вы выиграете. А также, пишите в комментариях обязательно, как вам телефончик. Мне интересно, что вы про него думаете. И не забывайте ставить лайки, если видео было для вас полезным. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok